Хей йоу, всем шан! Голосование на моем канале в Телеге выиграла вторая часть видоса по Зенжекту. Поэтому сегодня посмотрим, какие еще вещи можно делать с этим крутым инструментом, затронем очистку ресурса с помощью Зенжекта и многое другое. Если хотите тоже влиять на тему следующего видоса, или же вам нужна какая-то помощь по Юнити, то залетайте в Телеграм-канал, у нас собралось уже довольно большое и дружное комьюнити, поэтому будем рады новым участникам. С вас, как всегда, лайки и подписки, а я продолжаю радовать вас новыми видосами. Погнали! В прошлой части мы разобрались с тем, для чего нужно внедрение зависимостей, а также познакомились с биндингом сущностей с помощью Зенжекта, на примере классика ввода и некоторого классика обработчика движений. Так что если не видели, то обязательно посмотрите по ссылочке в описании, так как часть информации мы будем использовать именно оттуда. Тем не менее, мы не говорили о том, как с помощью Зенжекта можно создавать сущности. Давайте возьмем за основу пример с предыдущего урока и чуть-чуть усложним его. У нас все также есть мобайл и десктоп-инпут, которые биндятся на весь проект в глобальном инсталлере, который, напомню, висит в Project контексте. Также у нас есть Moment Handler, в который мы должны прокинуть какую-то сущность ввода для обработки пользовательских действий. Есть монобеховский игрок, пока что пустой. Так вот, если бы это была игра, то логично было бы прокинуть игрока в обработчик движения, для того, чтобы он как-то двигал его. Однако всего игрока целиком туда закидывать не стоит, а лучше ограничить функционал некоторым интерфейсом и прокидывать игрока уже под ним, как и любую другую сущность, которую мы потом захотим двигать. Поэтому давайте выделим интерфейс iMovable и, допустим, дадим доступ к трансформ и скорость. Отлично. Теперь реализуем этот интерфейс на игроке. В качестве трансформа будем передавать просто трансформ игрока, ну а скорость пока просто сдадим какую-нибудь. Это не особо сейчас важно. Супер, теперь в конструкторе Moment Handler будем принимать iMovable, а в методах обработки ввода надо будет этот iMovable как-то двигать. Отлично. Но теперь надо сюда еще как-то внедрить игрока помимо ввода, а значит, надо забиндить и его. Так как и игрок, и наш обработчик движения будут находиться, скорее всего, только на геймплейной сцене, то предлагаю сделать второй инсталлер. Назовем его, например, GameplaySceneInstaller и повесим на сцен контекст и закинем в нужное поле. Теперь все биндинги, которые мы пропишем в этом инсталлере, будут инжектиться только в рамках этой сцены. Давайте зайдем в скриптику, наследуемся от MonoInstaller и переопределим метод InstallBindings. Окей. Смотрите, обычно в играх персонаж, враги и так далее не находятся сразу на сцене, а создаются при инициализации. Поэтому нам надо иметь возможность создать персонажа. Так еще и чтобы все зависимости, которые ему могут быть необходимы, тоже прокинулись. Это сделать довольно просто. Давайте, во-первых, делаем поле с префабом игрока, потом сделаем еще поле с точкой спауна, и теперь нам надо просто с помощью контейнера создать игрока. Делается это следующим образом. Контейнер InstantShade Prefab for Component, в треугольных скобочках указываем плеер, и далее набор необходимых параметров, как у обычного метода InstantShade. Благодаря такому вызову у нас, как с обычным InstantShade, создастся игрок в нужной точке, и все зависимости из контейнера, которые нужны игроку, также прокинутся в него. Сейчас их у него нет, но скоро мы это исправим. Теперь надо взять ссылку на игрока и забиндить на него интерфейс iMovable. Как помним из прошлого урока, можно сразу забиндить все интерфейсы на объект с помощью BindInterfaces and SelfTool. Далее FromInstance, так как биндим уже готовый объект, и AsSingle. Отлично, теперь осталось забиндить MomentHandler и вызовем у него NonLazy. Этот метод мы обсуждали также в прошлом уроке. Супер, давайте теперь зайдем на сцену. У меня уже заготовлены Prefab игрока, это просто капсула со скриптом Player, и заготовлена точка спауна, обычная пустышка. Прокинем их в инсталлер и запустим сцену. Как видно, игрок успешно заспаунился, а в консоли вывелись логи из конструктора-обработчика ввода. Значит все успешно прокинулось. То есть видите, как удобно становится конфигурировать проект. Все зависимости четко разложены по полочкам, ответственность за внедрение зависимости лежит на отдельной сущности, и все это можно гибко подменять и настраивать. В этом и есть прелесть DI. Более интересные примеры, такие как биндинг в реальном времени или передача данных между сценами, мы будем разбирать на курсе по архитектуре в Unity, о котором я говорил в прошлый раз. К сожалению, все места закончились буквально за полдня, и многие уже писали с вопросами о том, что не успели попасть на курс. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить новости о записи на следующий поток, ведь там информация появляется в первую очередь. Теперь давайте немного улучшим наш пример. Как вы помните, скорость мы задали просто каким-то числом, но так делать не стоит. Обычно разные сущности в игре конфигурируются какими-то конфигами. Так давайте тоже сделаем такой классик с настройками для нашего игрока. Выглядеть он будет примерно так. Обычный скриптейбл-обжект класс, где у нас всего одна настройка — это скорость. Кстати, кто еще не знает, свойства можно тоже отображать в инспекторе, если прописать в атрибутах field. Теперь после создания данного файлика он будет выглядеть примерно так. Я задал скорость 5, например. Отлично, теперь надо как-то прокинуть конфиг в игрока. В целом, похожую вещь мы делали и в прошлом уроке. Создаем метод construct, ну или какой-нибудь init, где параметром будем принимать конфиг. Припишем атрибут inject, чтобы инициировать инжекцию в этот метод, и просто присвоим скорость из конфига. Осталось лишь забиндить этот конфиг в контейнер, и дело в шляпе. Давайте посмотрим, как я это сделал. Зайдем в классик геймплей сцен инсталлер, я чутка поправил его. Смотрите, для частоты кода советую вам следующее. Выделяйте логически как-то связанные биндинги в отдельно небольшие методы, которые удобно читать. Например, все, что связано с биндингом персонажа, я вынес в один метод, а биндинг обработчика движения в другой. Теперь можно сразу прочитать и понять, что и в каком порядке у меня тут происходит. Также иногда можно создать отдельный инсталлер. Например, я так делаю когда-либо слишком много биндингов в одном инсталлере, и читать это уже просто неудобно. Либо, если часть биндингов не надо использовать в другой сцене отдельно от остальных. Например, можно было бы вынести биндинг игрока в какой-нибудь плеер инсталлер, но сейчас это лишнее. Так вот, помимо косметических изменений, я тут добавил строчку биндинга конфига игрока, по уже известной нам схеме. Еще в Moment Handler я решил выводить в консоль скорость передаваемого iMobile, чтобы убедиться в правильности работы всего этого дела. Теперь закинем конфиг в инсталлер и смотрим результат. Как видим, все работает как надо. Конфиг прокинулся, и нам для этого понадобилось написать буквально пару строк для биндинга. Еще одна крутая вещь в Zenject, про которую я хотел бы рассказать, это несколько интерфейсов. iTickable, iDisposable и iInchalizable. Давайте начнем со второго, а потом рассмотрим остальные два в тандеме. Я думаю, многие знают этот интерфейс, и в принципе он изначально не связан с Zenject. Этот интерфейс предоставляет метод dispose, который служит для, скажем так, ручной очистки ресурсов, как аналог деструктору. Обычно его вызывают либо руками, либо с помощью блока using. Но возникает вопрос, а зачем он нужен, если есть деструктор, и как это вообще связано с Zenject? На самом деле ответ простой. Мы не можем четко контролировать вызов деструктора. Например, при закрытии приложения мы ожидаем, что деструктор объекта должен сразу вызваться. Но это не всегда так, потому что сборщик мусора может отработать только через время. Конечно, можно инициировать сборку мусора самому с помощью System.GC, но это также не дает 100% результата. К тому же и операция весьма тяжелая. Поэтому часто используют интерфейс iDisposable. А чтобы мы могли лишний раз не делать ничего ручками, например, при переходе между сценами или закрытии приложения, то Zenject делает это автоматически за нас. Но давайте, чтобы не быть голословным, покажу напрямее. Взглянем на Moment Handler. Как видите, тут есть уже интерфейс iDisposable. Давайте уберем его и пропишем все отписки в деструкторе. И также сделаем вывод сообщения в консоль о том, что произошли отписки. Также сделал вот такой вот классик, чтобы можно было перейти на другую сцену. Так, естественно, не делайте, это просто, чтобы показать пример. Теперь давайте зайдем в сцену и запустим ее. Хорошо, теперь выйдем из игры. Видим, что деструктор до сих пор не вызвался. Запустим снова и увидим, что деструктор вызвался только при повторном запуске плеймода. А теперь давайте попробуем перейти на другую сцену. Как видите, отписки тоже не вызвались. Это довольно неприятно. Особенно если есть какие-то статические ивенты или другие важные ресурсы. Могут посыпаться ошибки. У монобехов для подобного можно использовать всякие OnDisable или OnDestroy, а вот у обычных классов, увы, нет. Поэтому предлагаю вернуть iDisposable. Далее зайдем в наш инсталлер и забиндим этот интерфейс. Как видите, до этого тут был просто бинт сущностей без интерфейсов. А теперь перейдем опять на сцену и проведем такой же эксперимент. Если мы включим, а затем выключим игру, то сообщение об отписках сразу отобразится. Если мы зайдем в игру и перейдем на другую сцену, то опять-таки отписки произойдут как надо. В общем, очень полезная вещь и иногда действительно крайне пригождается. А теперь про E-Tickable и I-Initializable. Это тоже очень крутые интерфейсы, и они помогают симулировать поведение монобеховских классов. I-Tickable предоставляет метод Tick, который работает аналогично монобеховскому апдейт, а I-Initializable предоставляет метод Initialize, который работает аналогично старту. Бывает, мы тянем монобеховские наследования только для того, чтобы получить доступ к апдейт, например, и вести отсчет какой-то. Но больше ни для чего это не нужно, а объект теперь обязан быть на сцене. Можно много ситуаций придумать, ну, например, вы делаете спавнер. Он там с помощью фабрики создает врагов, а в апдейт вы ведете отсчет, например, времени между спавнами. По сути, все необходимое для спавнера можно прокинуть через Inject. А вот что делать с апдейтом? Тут как раз и можно использовать I-Tickable. Благодаря нему можно убрать наследование от Monobehavir и апдейт заменить на метод Tick. И все. Теперь можно пользоваться этим объектом как обычным C-Sharp классом, без необходимости держать его на сцене. При этом есть свой апдейт, скажем так, и осталось только забиндить все необходимое и не забыть забиндить интерфейс на Enemy Spawner. И все будет чики-пуки. То есть с помощью этих интерфейсов мы можем просто избавиться от тяжеловесного Monobehavir и симулировать необходимое поведение. Очень удобно. Также есть еще всякие I-Late Tickable, I-Fix Tickable. Думаю, понятно, что симулируют они. Подробнее об этом, конечно, можно почитать в документации. На этом видос подходит к концу. Есть еще несколько вещей, о которых хочется рассказать, поэтому когда-нибудь сделаю еще один урок по Zanject. А пока что я прощаюсь. Подписывайтесь на мою телегу, бусте. Кстати, скоро я там буду выкладывать 3D-ассеты, о которых договорился со своим 3D-артистом. Надеюсь, подписчикам понравится. Не забывайте про лайки и комментарии. Всем удачи и пока-пока.